Возрождение стройотрядовского движения в Саровском физтехе началось в 2017 году, когда студенты вуза трудились на отраслевом предприятии «Элерон» в Сарове. Позднее, в 2019 году, летний трудовой семестр студенты провели в Челябинской области на объекте всероссийской стройки «Мирный атом. Озёрск». Затем стройки проходили в ограниченном формате из-за пандемии. Спустя два года студотряд СРФТ снова вернулся в Озёрск. Свой трудовой семестр они провели на ПО «Маяк». Для многих членов команды поездка на Целину была первой. Это была моя первая поездка в стройотряде. Она была очень увлекательной. Я получил огромное количество опыта. Прошло кучу интересных мероприятий, которых нигде, кроме этого места, вряд ли можно увидеть. Помимо работы, там было множество мероприятий, таких как спорт, походы. Также были отрядные традиции. В спорте там были практически все дисциплины. Там волейбол, футбол, баскетбол, теннис. Мы отправлялись на экскурсию также в горы, что очень понравилось всем. На всероссийской стройке ребята стали лучшими в перетягивании каната, а также заняли второе место на кибертурнире. Однако главное достижение – хорошие производственные показатели, которые продемонстрировал Саровский студотряд. На протяжении двух месяцев на полмаяк ребята занимались вырубкой лесов на территории завода, а также отделочными работами. Отделочной работой у ребят было мало опыта в этом, но в процессе ребят набрали опыта. Там были наставники, которые подсказывали, что как. То есть они оценивали нашу работу. Если что, мы что-то доделывали, переделывали. В итоге получилось закрыть эту смету прямо к отъезду и сдать сам попускник к рабочему. Помимо этого у нас были мероприятия массовые, то есть для всех участников проекта были различные фестивали, творческие номера. Мы очень сильно уставали от работы, поэтому мы не принимали участие. Мы ходили только как зрители, болели за друзей. Сейчас студенческий стройотряд возвращается к привычному учебному ритму. С сентября у ребят начался новый учебный семестр. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.